13-летняя дзюдоистка из Баку Эмилия Рзаева входит в топ-5 лучших борцов в своем возрасте у себя на родине, в Азербайджане. Впереди у спортсменки международные старты. Набираться опыта перед ответственными соревнованиями, приехала в Россию. Удачно выступила в детской лиге дзюдо «Волга», завоевала серебряную медаль. Соревнование было прекрасное, так как было все идеально. Соревнование было очень сложное, но и соперницы были тоже очень трудными, с ними было трудно бороться. Также благодарю в финале со мной боролась Секира, она очень сильная соперница. Тренер азербайджанской спортсменки доволен выступлением своей подопечной. Уверен, самарская детская лига дзюдо воспитает целую плеяду выдающихся борцов. А сейчас эти соревнования – это еще одна ступенька для Эмилия Рзаевой, чтобы попасть на первенство континента. Самарский турнир очень сильный, нормальный. Мне понравился спортсмен, они хорошие борются. Мы хотели, чтобы она была чемпионка, но не получилось. Если несколько турниров возьмет место, призовое место, она будет чемпионат Европы бороться. Третий этап детской лиги дзюдо «Волга» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На эти соревнования приехали попытать счастье, завоевать медали и заработать рейтинговые очки несколько сотен спортсменов. А сегодня у нас, так скажем, немного экспериментальный момент, что мы добавили девочек сюда, в нашу лигу, первый раз, по просьбам представителей команд. Областная федерация дзюдо довольна, что спортивный эксперимент удался на славу. Соревнования набирают популярность среди подростков. Ведь по правилам не обязательно бороться во всех четырех этапах. Спортсмен выступает только тогда, когда готов показать хороший результат. С постоянным повышением, так сказать, географии участников, ребят приобретают неоценимый опыт, потому что его на областных соревнованиях сложно приобрести. А на таких турнирах, где они борются с разными школами, это дает им большой скачок, толчок для развития. Четвертый заключительный этап детской лиги дзюдо пройдет 18 апреля. Там определятся не только чемпионы и призеры турнира, но и абсолютные победители соревнований. Кроме этого, лучшие спортсмены, тренеры и клубы получат индивидуальные призы. Сергей Кизуркин, Василий Колдашов. События.